Так, идем дальше. Стоит напомнить, Оль, что накануне в итальянской прессе появились публикации о том, как дети новых русских, в буквальном смысле слова, лили шампанской рекой, а потом отказались оплачивать астрономический счет. Андрей, слышите Москву? Да, добрый день. Отлично, привет. Уже добрый вечер у нас, правда? Да, по свету, у нас еще солнышко. Окей. Так кто же все-таки сорил деньгами на Сардинии? Что вам удалось пояснить? Ну, вы знаете, если вы видели то видео, которое было размещено на сайте газеты «Курьера де ла Сера», которое было у меня в блоге, то люди, которые участвовали в этой попойке, в этой вечеринке, они ведь имели на себе майки, где было написано «Happy birthday Samir». Так что здесь было, в общем-то, нетрудно посмотреть, кто из детей наших миллиардеров, кого зовут Самир, и был ли у него день рождения примерно в тот день, когда вот этот инцидент в дискотеке «Биллионер» случился. Ну и все, и 30-летие праздновал. Сабир Шадиев, сын казахского миллиардера Патруха Шадиева. Началось празднование в Монако, где они, собственно говоря, живут, где эта семья живет. И на арендованной яхте кисмет отправились. Молодежь отправила 6 человек на дискотеку, на Сардинию. Это все. Это вся история. Платить не захотели. И когда полиция уже догоняла, как уже сегодня пишут в прессе, это судно в открытом море, оно снялось с якоря, хотя капитан оставил гарантию, что будет оплачен счет до того, как судно плывет. Так вот, когда полицейские задержали в море эту компанию, они объяснили, почему они не стали платить. Они не стали платить, потому что они заказали 90 бутылок шампанского. Эти 90 бутылок шампанского им открыли и принесли в таком большом ящике, похожем на гроб. Это видно на видео. И они выпили не все и сказали, мы будем платить за то, что мы выпили. Им ответили, собственно, открытое шампанское, мы не можем обратно положить в холодильник. В общем, в этом заключался конфликт. Клуб две недели молчал и только спустя две недели сообщил об этом в прессу, потому что он надеялся, что эти 86 тысяч евро будут оплачены молодыми людьми. Единственное непонятное, жалко, что во всей прессе, и в лондонской Гардиан, и в итальянских газетах все эти люди называются рашенс, русские. Хотя, в общем, речь идет не о гражданах России. Ну, скажите, пожалуйста, Андрей, на самом деле это не первое такое скандальное проявление молодчества, пусть то русские, пусть то не русские конкретно люди. Но, вообще, в принципе, вот вы чувствуете, находясь сейчас там, в Италии, изменилось как-то отношение к русским туристам? Вы знаете, я же здесь не турист, поэтому мне трудно сказать, какое отношение к туристам здесь. Тем более, значит, у вас гораздо больше круг общений, вы можете репрезентативно нам сейчас сказать, вот изменилось ли вообще в худшую сторону отношение к русским вообще? Вы знаете, отношение к русским зависит от отношения к стране. Мне кажется, что отношение к стране изменилось к худшему. И это связано с внутренней ситуацией в России, которая здесь широко сообщается. Вот. А что касается этого клуба «Биллионер», это особое совершенно место, где наши миллиардеры привыкли развлекаться, развлекаются самым экзотическим образом, оставляют огромные чаевые. Там и Абрамович приплывает на яхте и проводит время в этом клубе, там, не знаю, Рустам Тарико постоянно видит его там. Очень многих наших миллиардеров там знают. И все они, в общем, как правило, отличаются какими-то экстравагантными поступками. В основном это большие чаевые. Ну, а теперь российских миллиардеров знают, вот теперь еще и с детьми других миллиардеров познакомились. Спасибо огромное. Спасибо Андрею. На связи со студией «Дождя» из Италии был блогер Андрей Мальгин.